Здравствуйте, дорогие телезрители! Мы продолжаем цикл передач о музеях нашего округа. Здравствуйте, Алла Анатольевна! В прошлой передаче вы очень интересно рассказали нам про князя Бориса Голицына. И сегодня мы находимся в зале, который посвящен его брату. Что интересного про него? Можно рассказывать бесконечно. Дмитрий Владимирович Голицын, младший брат Бориса Владимировича. Ну, естественно, сын, прообраза пиковой дамы Натальи Петровны Голицыной. Это был настолько интереснейший человек, потому что, естественно, мама как и старшему брату, так и младшему дала великолепное образование. И мальчик служил еще и маленьким, он получал уже чины, как, знаете, раньше говорили, недоросли. Вот получал чины. Потом, когда он стал уже взрослым человеком, естественно, пошел воевать. Он прошел несколько кампаний, был тяжело ранен под Аустерлицем. Дальше война 12-го года. Это вообще страшно. Во время Бородинского сражения под ним было убито две лошади. Он чудом остался жив. И дальше волей и судьбой удивительно. Он прошел всю эту войну, а потом высочайшим приказом его ставят светлейшим князем, назначают его генерал-губернатором города Москвы. И он восстанавливает Москву после пожарища, после вот этого страшного времени. При нем строится очень много больниц. При нем восстанавливается большой и малый театр. Строится храм Христа Спасителя. Это все Дмитрий Владимирович Голицын. То есть он буквально возрождал Москву из пепла, из руин. Из пепла и причем никогда не занимался мздоимством. Москвичи его обожали и решили подарить ему, это удивительно, бюст, его же бюст, на мраморный бюст, на малахитовой подставке с золотом выгравированы его имя, фамилия и отчество. Это очень дорогой подарок. Очень дорогой подарок и хотели поставить на Красной площади. Но наш царь Николай I тогда сказал, что не год же ставить живому человеку памятник при жизни. Поэтому этот памятник вплоть до революции 1917 года находился здесь, в Веземах. Сейчас, к сожалению, он утрачен, но мы надеемся, надеемся, что мы его найдем. Мы верим, что с ним ничего страшного не случилось. Может быть, где-то он там в запасниках у каких-то коллекционеров и находится. Ну, у него была такая же образованная, очень интеллигентная и деятельная супруга, насколько мне известно. Это удивительная история любви. Когда Дмитрий Владимирович посватался к Татьяне Васильевне Васильчиковой, тогда без родительского благословения ни в коем случае нельзя было сочетаться узами брака. Естественно, он спросил у своей строгой, властной мамы Натальи Петровны Голицыной, можно ли. Она была возмущена. Она была очень недовольна, потому что она очень чтила фамилию Голицыных. Для нее Голицыны это было выше всего. Кто такие Васильчиковы? Говорила она. Но, Дмитрий Владимирович говорит, она потом разрешила, разрешила. Я женат на счастье. Это была добрейшая и милейшая женщина. Она занималась благотворительностью. Она открывала приюты для серых и убогих. Она открывала дом трудолюбия для девиц обедневших дворянских родов. Именно благодаря ей были восстановлены и построены множество больниц. Она везде помогала. Здесь, в Веземах, она обратила внимание, что крестьяне занимаются лозоплетением. Она выписала мастера из Германии, чтобы он обучал их не только корзины делать, а вообще произведения искусств. И наши крепостные крестьяне, обучившись, поехали на ярмарку в Германию и заняли там первое место. Ничего себе, вот как она продвигла. И до сих пор лозоплетение у нас до сих пор процветает. Здесь, в Веземах, спасибо Татьяне Васильевне Васильчиковой. Вот такая интересная, правда, история любви и семья хорошая. А лучше всех, всех, про Дмитрия Владимировича сказал поэт Жуковский. Друг человечества и верный друг закона, Смиренный в почестях и скромный средь похвал, Предстатель ревностный за древний храм у трона, Каких он доблести в себе не сочетал. Любовь высокую, родной земле отчизная, Самозабвение и беспрерывный труд, В дни брани мужества, в дни мира правый суд, И чистоту души, и жизнь безукоризны. Вот это слова. Это слова. А еще он был добрым гением для Александра Сергеевича Пушкина. Мы уже знаем, что Пушкин в детстве гостил здесь почти каждое воскресенье приходили сюда. Каждое лето прожили они в Захарова пять лет. Каждое лето они приходили, каждое воскресенье были здесь. Вы представляете, да? Как это интересно. И вот на свадьбу Дмитрий Владимирович, генерал-губернатор города Москвы, Дарит Александру Сергеевичу Пушкину билеты в свою губернаторскую ложу Большого театра. И приглашает позже на свой знаменитый московский Голицынский бал, где с первой пари Полонеза он проходит круг с молодой очаровательной супругой Александра Сергеевича Пушкина. И еще удивительная история. Когда Пушкин задержался в холерных пикетах, опаздывал на свадьбу. Именно Дмитрий Владимирович помог ему пробраться через эти пикеты, и Пушкин успел на свою свадьбу. Вот такая интересная история. То есть это добрый гений не только для всей России, для Пушкина. То есть их жизнь и судьбы постоянно соприкасались, переплетались. И все это из детства, все это с этих мест. И о последних днях. Как закончилась жизнь князя? Князь прожил достаточно хорошую жизнь, но он же получил много ранений. Но это одно. Потом все-таки тяжелейший труд на посту генерал-губернатора. Нервы. Он приболел, поехал лечиться за границу. Там скончался, скончался, не перенес. Ну, уже в почтенном возрасте. Вся Москва прощалась с ним. И что удивительно, что потом его привезли в Веземы. Сутки шли крестьяне и плакали. Привезли его в нашу церковь. В нашу преображенскую церковь. И похоронен он. Похоронен он сейчас на усыпальнице князей Голицына в Донское кладбище. Там же Борис Владимирович и Наталья Петровна, все Голицыны. В Москве. Александр Сергеевич, может быть, что-то писал, вспоминал. Александр Сергеевич Пушкин, мы так долго-долго анализировали. Он же роман в стихах Евгений Онегин писал главами. И главы эти потом читал. И одна дама подошла к нему и сказала, а можно выдать замуж Татьяну Ларину за порядочного человека? Так вот, и он в конце сам выдает замуж за генерала, который в боях получил ранение. Мы считаем, что это прообраз именно, прообразом этого генерала, супруга Татьяны Лариной, является наш Дмитрий Владимирович Голицын. Спасибо вам огромное. Очень интересно, очень познавательно. Вот такие удивительные, замечательные, величайшие люди жили на нашей Одинцовской земле. Ну а мы прощаемся с вами. Увидимся в следующих передачах. До свидания.